Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такого медвежонка, не удержалась у меня заказчица, делает вот такие вот замечательные игрушки, заказчица зовут Ольга, и вот она меня иногда просит сделать вот такие вот вязаные вещички, то есть как бы одеть ее игрушек, творение ее вязаными вещичками. Я вам хочу сегодня показать, у меня было много вопросов, в комментариях вы оставляли, как сделать одежду на игрушки, то есть это самое очень-очень-очень просто. Смотрите, для того, чтобы сделать шапочку, например, вот данную шапочку, я связала по мотивам шапочки Бинни, то есть просто делала укороченные ряды на 4 петельки, как и Бинни, набирала 21 петельку вместо 55 и связала вот такую замечательную шапочку, то есть просто ее отвернула и прикрепила бубончик. Как сделать шапочку Бинни, я вам оставлю ссылочку на эту шапку, вы уже потом смотрите, сколько рапорта вам нужно провязать для данного обхвата головы вашей игрушки. Затем я связала по типу кофточки дюфель вот такую замечательную кофточку с капюшоном, вязала я ее немножечко другим способом, регланным, то есть я делала увеличение регланным способом, при этом вязала платочной вязкой. Сделала 2 пуговички, не 4, как в жакете, для того, чтобы не сильно был отворотик, это же все-таки игрушечка, если в детской кофточке, то там 4 будет замечательно смотреться, то так здесь, как здесь очень маленькие размеры этой игрушки, то здесь слишком наляписто. Почему вязала регланным способом расширения? Для того, чтобы не делать здесь каких-то лишних швов, как и в детских вещах, я всегда вам рекомендую делать по минимуму швов, точно так же и для игрушки. Вам швы не нужны, старайтесь максимально делать все цельным полотном. То есть я начала с капюшончиком, связала такое вот прямоугольное полотнище, затем разделила регланным способом на рукавчик, на перед, назад и так далее. И провязала расширение на рукавчик, а затем рукавчики бросила. Вот здесь вот довязала высоту самой кофточки, которую вам нужно. И довязала буквально 4 рядочка рукавчика нашего. Аккуратненько здесь шила только рукавчик, то есть здесь у вас только шовчик будет под рукавчиком небольшой. И шила обычным вот таким вот способом закрытия петелек за две стеночки наш капюшончик, то есть наше полотнище просто шила. Как вы видите, ничего сложного абсолютно здесь нет. Это всего лишь вещи для игрушечек, и здесь вы можете открыть свою фантазию, экспериментировать, украшать как хотите. То есть здесь я вот, например, шапочку украсила маленьким пластиковым велосипедиком. То есть пуговички точно так же вы можете брать какие-то красивые божьи коровки, можете взять обычные пуговички, можете какие-то цветочки, в общем и так далее. Также можете добавлять ленточки различные, все-таки здесь, здесь вы проявляете свою фантазию. Для тех, кому будет интересно вязание вещичек на куколке, либо какие-то игрушечки, обязательно оставляйте по желанию. Если их будет много, мы, конечно же, учтем и сделаем какие-то, комплекс какой-то именно по вязанию на игрушки вещичек. То есть обязательно, конечно же, оставляйте пожелания, комментируйте, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Всем пока-пока!